Совсем плохо складывается. Они ждут появления его в основном составе. А тут удар и гол! После подачи с углового Александр Каре выпрыгивает и переправляет мяч в сетку. 1-0. Вперед вышел московский локомотив на 13-й минуте. Вот вам, друзья, и Каре. Вот вам и человек на просмотре. Здорово сыграл в этом эпизоде. Не берусь я в целом оценивать, конечно же, выступление Каре. Это, конечно, прерогативы тренерского штаба. Но посмотрим, как он сыграл в этом эпизоде. И эпизод-то мы проанализируем. Классно. Классно. Он вылетел как раз-таки из-под этого самого Рэхэфейда, которого мы хвалили. Ну, скорее, ссылаясь на мнения других. Сам я в деле его ранее не видел. Друзья, задавайте ваши вопросы. Постараюсь ответить. Может быть, что-то о... Дальний удар Каре! И посмотрите! Гол! 2-0! Неожиданный удар. И для меня во многом тоже. Я буквально сейчас отвлекся. Ну, как отвлекся? Просто посмотрел в чат, чтобы пообщаться с вами. Как тут Каре решил воспользоваться отсутствием вообще прессинга, в принципе. И метров с 25 ударил по воротам. И со скоком. Всегда это неприятный удар для голкипера. Забил мяч. Посмотрим. Отличная работа с мячом. Никто не прессингует. Но тут, конечно, грех не пробить. И любой уважающий себя игрок пробьет. Смотрим. Еще раз. Здесь параллельным курсом Ману Фернадош открывается. У него тоже удар. Дай Боже! Но смысл? Если сам можешь пробить. И тут классно. С отскоком от газона положил. Смотрим. Еще раз. Да. Увидел голкипер. Увидел ворота. И дал мощность подъема. Спасибо. Спасибо.